Журналист, актриса, писатель. Последняя Галине Михайловой ближе всего. Почему-то мне кажется, что если есть у нас какая-то высшая сила, вот она хочет говорить через меня. Потому что мне кажется, что у меня получается в сердца и умы людей закладывать какую-то информацию. Писать она начала еще в 2008-м. С энтузиазмом щелкала по клавишам ноутбука в ванной маленькой однушке, чтобы не разбудить маленькую дочь. Свои первые работы выкладывала в интернет, чтобы пользователи смогли прочесть их бесплатно и познакомиться с автором. Девушка пишет в основном истории для женщин. Для меня источник вдохновения это небо, ветер, Волга. Да сама жизнь это и есть вдохновение. Для участия в творческом конкурсе Эдуарда Кондратова Галина выбрала несвойственный ей жанр. Рассказала о жизни человека, благодаря усилиям которого развивалась Самара. Владимир Золотарев бывший секретарь Куйбышевского горкома КПСС. За время его работы в городе построен диагностический центр, введена первая очередь метро, появился фонтан на Осипенко и знаменитая Самарская ладья на набережной. Один из главных символов города. Над книгой «Сын города» Владимир Золотарев Галина работала два года. Использовала архив, встречалась со знакомыми почетного гражданина Самары, пользовалась собственными воспоминаниями. Ей довелось брать интервью у Владимира Ивановича. Я отвечал за литературную часть. Мы смотрели книги, которые написаны о Самаре, посвященные Самаре, так или иначе связанные с Самарой. То есть, опять же, это конкурс направлен на то, чтобы рассказать о тех произведениях, которые говорят о нашем, рассказывают о нашем городе со всей искусственной, с чистотой, с добротой. У меня прокручиваются вот эти сюжетные линии или какие-то слова. Такой, нимб у меня где-то там, крылышки. Ну, то есть, я думаю, господи, ну, наверное, это вот не зря все. Вот. И я думаю, так должно быть вообще у каждого человека. Кто работает на заводе или кто работает там фрезеровщиком. То есть, ну, у каждого свое дело, но он должен полностью выкладываться. Члены комиссии уверены, Галина Михайлова сумела в своем исследовании раскрыть самарцам личность Владимира Золотарева. В конкурсе имени Кондратова девушка стала лучшей в номинации «Литература». Мария Левина, Василий Кладошов. События.